Семинар совещания на базе завода нововведения. Ранее подобные мероприятия, как правило, проводились в здании областного объединения профсоюзов. И на то есть как минимум две причины. Первая – это возможность продемонстрировать, как в идеале должен выглядеть санитарно-гигиенический блок на подобных предприятиях. Вторая – касается обсуждения, как говорится, на месте специальных мер для смягчения последствий особых условий труда. Непростые условия труда на данном предприятии. Что касается температурных условий, может быть, хотелось бы, конечно, чуть-чуть лучше, в частности, эстетическом этих условий. Да и немало других вопросов, которые касаются создания условий труда. Мы хотели бы показать не столько, как должно быть в этой части, а что нужно делать профсоюзному комитету вместе с руководством предприятия, чтобы компенсировать. Вот, скажем, не можем обеспечить нормальные температурные условия. Давайте будем компенсировать работнику так, чтобы последствия его были минимальными. Условия работы на Брестском электромеханическом заводе простыми не назовешь. Сложное финансовое положение вынуждает принимать решение об экономии. Сегодня температура воздуха в цехах предприятия не намного выше уличной, но профсоюзная организация прилагает максимум усилий для улучшения ситуации. Обязательно мы включаем оплату, доплату рабочим, компенсацию за работу в низком температурном режиме. Приказом директора мы всегда проявляем комнаты обогрева, организовываем в подразделениях. За последние годы, конечно, инфракрасный обогрев на некоторых производственных помещениях удалось внедрить. В повестку совещательной части мероприятия были включены вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, организации работы рейдовых групп, состояние производственного травматизма на предприятиях Брестской области в настоящее время и мерах по профилактике несчастных случаев. Именно этим направлением, а также осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда со стороны профсоюзов будет уделено особое внимание в 2016 году. Задачи, они практически в охране труда не меняются из года. Вот, поэтому мы как занимались, так и будем заниматься профилактикой производственного травматизма. Другое дело, какие рычаги, какие силы задействуют в этом направлении. Сегодня мы повышенное внимание уделяем организации общественного контроля. Когда на производстве, к примеру, эксплуатируется технически неисправное оборудование, то в первую очередь необходимо самому работнику не приступать к работе на этом станке. Или, к примеру, когда появился работник в нетрезвом состоянии, то окружающие, которые рядом с ним работают, коллеги, они по понятной причине обязаны просто принять все меры, чтобы этот человек был отстранен от производства. Не проходить мимо нарушений, вот это будет эффективность всем, и нанимателям, и работникам.